Дорогая Церковь, а также молодежь, друзья, которые пришли, чтобы иметь это общение, приветствуем вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Помолимся. Господь и Бог наш, милость Твоя, то, что мы здесь, то, что Ты нам даешь здоровье, возможность, мирное небо над нашей головой, мы благодарны Тебе за то, что это время благоприятное. И у нас есть время размышлять о Священном Писании, о Слове Твоем, просматривать свою жизнь, свое духовное состояние, чтобы анализировать, исправлять, что не так, славить имя Твое Святое. Мы благодарны Тебе за то, что Ты это нам все даешь. И просим, Господь, благослови все виды участия, которые будут, благослови братьев, которые будут говорить Слово Твое, наше пение, а чтобы мы могли славить Тебя, нашего Господа и Спасителя. Пребудь с нами. Аминь. Давайте испоем песню Возрождения 707. «Течет ли жизнь мирно подобно реке?» «Течет ли жизнь мирно подобно реке?» «Течет ли жизнь мирно подобно реке?» Субтитры создавал DimaTorzok 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 к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Тут мы видим, что апостол Павел говорит, что он стремится к цели. В новом году уже прошло 10 дней, и мы ставили какие-то, может быть, цели в старом году, чтобы начать исполнять его в новом году. И смотря на эти цели, мы думаем, окей, хорошо, я живу уже 10 дней в этом году, какие цели или какие достижения я уже исполню в этом году. Вот апостол Павел говорит, чтобы это делать, он забывает заднее. Что имеет в виду апостол Павел, говоря, забывая заднее? Слово «забывая» встречается в этой форме 8 раз в Новом Завете. И оно значит забывать, оставлять по забывчивости, пренебрегать. Что в прошлом хотел бы забыть или пренебречь Павел? Почему он так говорит? Нужно ли забывать вообще прошлое? И что вообще мы можем забыть, а что нет? Или пренебречь? Тут вот апостол Павел говорит, что он, забывая заднее, пристраиваясь вперед, из-за чего? Чтобы достичь цели. Цели – это почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Когда мы ставим цели в своей жизни, может, даже какие-то на Новый год или какие-то другие цели, мы пытаемся их достичь своими силами. Но что мы должны пренебречь или забыть, чтобы достичь какие-то высшие цели, духовные цели? Я знаю, что люди забывают разные вещи. Пошел в магазин, пришел, и ты не купил что-то, забыл. Но ты, конечно же, пойдешь опять и опять купишь эти вещи. Например, ученики забыли хлеба. Это тоже самое слово в Евангелии говорит об этом. Или в другом месте слово забывало. Иваков пишет такие слова. Иакова, 1 глава, с 23 стиха по 25. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающий природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и тотчас забыл, каков он». Остановимся на этом месте. «Забыл». Это апостол Иаков, он сопоставляет человека, который не исполняет слово, человеком забывчивым. Да, мы люди часто забываем. Но апостол Павел не это забыл. Он, наоборот, это исполнял в своей жизни, чтобы достичь почести высшего звания. Я думаю, что, если мы посмотрим в контексте, то в этом месте апостол Павел говорит, что в 7 стихе мы читаем так, что «то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою». Он им тут именно говорил о том, что он был иудей, да, и он какое-то положение в обществе имел в то время. Но он ради Христа, ради почести высшего звания, он как бы пренебрег этим. Для него это стало как ссор. И он это как бы забыл, что он даже этим именовался, может быть, там, фарисеев, из фарисеев, да, имел положение в обществе, уважение от людей и так далее. Он это отбросил, как, может быть, и прочие другие вещи, которые он делал. Он их отбросил. Он говорит, что это все ради того, чтобы достигнуть воскресения мертвых. В 11 стихе мы пишем. И ради того, чтобы иметь почести высшего звания во Христе Иисусе. То есть апостол Павел, он все почитал за ссор, потому что его жизнь была полная путешествий и так далее, проповеди Иисуса Христа. Он совершал путешествия. Он жил и в нищете, может быть, в изобилии, и без, может быть, куска пищи. Имел кровь над своей головой. Иногда сам работал, иногда его поддерживали братья и сестры во Христе Иисусе. То есть апостол Павел, он всю жизнь отринул. Но действительно, в нашей жизни мы не можем так иногда поступать, потому что у нас семьи и так далее. Мы не можем просто все отринуть, забыть, как его стал Павел. Но что-то в нашей жизни мы можем так сделать. И смотря на цели наши в этом году, когда мы что-то можем убрать из нашей жизни, чтобы убрать из нашей жизни что-то, человек должен что-то взамен делать. Если ты, например, пустое время какое-то проводишь, ты одну вещь убрал, но ты уже занимаешься другой вещью. Но ты не заполнил свою жизнь, не поставил цель какую-то в своей жизни. Тогда, если ты уберешь одно, это занимает в твоей жизни, опять пустое занимает другое уже. И ты как бы остаешься, как бы ты избавился от одной вещи, но на ее место не пришло то, что тебе полезно, то, что полезно для Царства Божия. Поэтому апостол Павел говорит, я забываю заднее, растираюсь вперед. То есть он заполняет свою жизнь такими вещами, которые приближают его к цели, цели Вышнего Знания, чтобы достигнуть воскресения мертвых. В 11 стихе он говорит. Так же и в нашей жизни. Что мы можем взять из этого отрывка? Возможно, в нашей жизни мы должны правильные цели ставить. Что нам забыть, а что нам нужно делать? Что нам нужно не забывать делать в нашей жизни? Я как-то посмотрел, подумал, что мы можем забыть, да? Забыть или посчитать щитой. Как апостол Павел, то, что он в мире какое-то имел положение, мы можем тоже забыть. Не важно, какое положение мы в жизни имеем. Важно, что мы идем с Иисусом Христом. Не важно, какое образование мы имеем. Не важно, какую работу мы имеем в нашей жизни. А важно то, что мы со Христом. Да. Мы должны убрать из нашей жизни пустое провожительное время, забыть об этом. Можно убрать из нашей жизни какие-то обиды и ставить цели такие в Новом году, чтобы мы могли пойти в этом Новом году без всяких обид. Начать как бы с чистого листа и так далее. Мы можем продолжить этот список каждый для самого себя. Потому что... Но чтобы этого добиться, нужно что-то заместить, что-то сделать, то, что мы не должны забывать. Мы не должны забывать, что мы дети Божии, не должны забывать Бога, не должны забывать любить ближних, не должны забывать молиться не только за близких, но и за врагов. Не должны забывать, что мы дети Божьи, да, я уже говорил. Не забывать жертвовать для Господа, не забывать делать добрые дела, не забывать отдавать долги, не забывать, может быть, друзей, которые, может быть, вы уже давно не видели, не забывать родителей, если они далеко, звонить им, если близко посещать и так далее. Мы должны ставить в свои цели. Как апостол Павел, так и в нашей жизни должны быть правильные цели, которые приближают нас к Богу. Благодарность Господу, что Он нам помогает в этом, если мы хотим именно этого, если наши цели ведут нас в небеса. Да поможет нам Господь, чтобы мы правильно составляли планы на нашу жизнь, делали какие-то цели и исполняли их. Те цели, которые приближают нас к вечности. Слава и благодарность за это. Аминь. Помолимся. Насерный Господь, благодарность Тебе, что Ты с нами, Господь, что Ты идешь с нами, Господь, по этому пути. Помоги, Господь, нам выбирать правильные цели в нашей жизни, чтобы мы могли достичь Твоей небесной отчизны. Достичь, Господь, быть там, где Ты будешь, и где мы все будем, Господь, любящий Тебя. Прошу Тебя, Господь, благослови это общение, благослови это служение, благослови всех, кто будет участвовать в Нем, благослови братьев, пребудьте в Нем, тебе слава, все поклонение. Аминь. О, как мы с нами проходят, исчезают, как мечта, О, и счастье все проходит, Аминь. Вечность навсегда. Все с детьми проходящими Исчезают, и слома рта, О, как важно и серьезно Жизнь нам данная когда. Песня. 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 не звал. Самуил ложится, спит, снова голос тот звучит. Три он раза приходил, старца старого будил. Наконец Ильи сказал, друг, тебя Его возвал. Ты иди ложись опять, и когда он будет звать, ты скажи, Господь готов к слушанию твоих яслов. Самуил так поступил, откровение получил, но боясь сказать не мог, что ему поведал Бог. Когда Ильи спросил, то он все ему открыл. С дней тех юный Самуил дар пророка получил. В юношестве научен, не боялся смерти он. Он великих обличал и царей венца лишал. Сердцем и умом высок, был великий он пророк. Много славных дел свершил для народа Самуил. Юный друг, твоя мечта быть великим для Христа. Если мысль твоя чиста, то и цель твоя свята. Друг, проси у Бога сил быть таким, как Самуил. Чутким быть, как отрок тот. Если Бог тебя зовет, как услышишь, тотчас встань. Спать душою перестань. Знать тебе важнее всего путь призвания своего. Обратись к Отцу в мольбе, и откроет Он тебе. Аминь. 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 Не дай запачкать белые одежды. Осталось, может, несколько минут От полдороги в небо, От полдороги в небо, От полдороги в небо. От полдороги в небо, От полдороги в небо, И скоро будем в небе. Приветствую, дорогое собрание. Я думаю, вы не раз были свидетелями, Когда происходит большое богослужение, И регент регентует, То какой-то малыш начинает за ним повторять, И начинает махать руками, имитировать. У кого-то это вызывает улыбку. Возможно, этот ребенок вырастет и станет регентом. Возможно, этот ребенок просто это делает для того, Чтобы на него посмотрели, Потому что уже в своем малом, Таком, даже несмышленом возрасте, Он понимает, что на него обращает внимание, Что нужно что-то делать, За кем-то повторять. И, возможно, то, что он повторяет, За кем-то привлечет и к нему внимание. И сегодня мы поговорим о таких темах интересных. Брат уже первый коснулся. Сегодня мы будем много говорить, наверное, О жизни апостола Павла. Первое место, которое мы будем читать, Размышлять, записано в первом послании Коринфянам, В четвертой главе. Шестнадцатый стих я сначала прочитаю, И потом мы будем немножко смотреть чуть выше. «Посему, умоляю вас, Подражайте мне, как я Христу». Зачем я привел пример ребенка И зачем я прочитал этот стих? Знаете, мы все были когда-то малышами И подражали нашим родителям в чем-то. Потом мы пошли в школу И подражали, возможно, нашим сверстникам, Девочке девочкам, Ребята ребятам. Потом мы вырастаем, И мы начинаем подражать, Смотря друг на друга, Смотря на людей в этом мире, Мы подражаем успеху. Я не говорю, что мы, Я имею в виду человек, Сам по себе подражает успеху, Подражает чьей-то силе, Начинает подражать, может быть, В каких-то спортивных занятиях, Начинает подражать в применении, Чтобы достичь какой-то красоты, Чтобы достичь какого-то, Знаете, такого, Женского обаяния, Может быть, успеха в этом, В бизнесе, в работе, В чем бы ни было, Люди начинают подражать. И не всегда то, Что мы к чему подражаем, То есть люди подражают, Оно несет благословение. Вообще на этом принципе Даже построена реклама, Потому что реклама предназначена Для того, чтобы продать человеку Не столько товар, Сколько сами эмоции. То есть, если вы смотрите на картину, Если вы смотрите на видеоролик, То всегда там почему-то Улыбающиеся лица какие-то, Или такая веселая жизнь. И смотря на это, Человек думает, О, если я приобрету ту или иную вещь, Машину, может быть, корабль, Не знаю, лодку, Поеду отдыхать, То я обязательно буду И вот такой же счастливый, Такой же довольный. Но как часто бывает, Что покупая ту или иную вещь, Мы не можем купить сами эмоции. То есть, имитировать их очень сложно. И вот апостол Павел призывает нас, Призывает скорее церковь, В городе Каринфе, Чтобы подражали ему. Но с тем, скажем, рвением, Или с той мольбой, Немножко мне заинтересовало, А почему он именно умоляет братьев Каринфе Подражать ему? Что же такого особенного Для вот этих каринфских братьев необходимо? И когда я начал читать выше, Давайте посмотрим вместе. Третий стих. Для меня очень мало значит, Как судите обо мне вы. То есть, первая вещь. Братьев Каринфе любили, Видать, судить о братьях, О Павле, Друг о друге. Далее мы смотрим. Пятый стих. Посему не судите никак прежде времени, Пока не придет Господь, Который осветит скрытое во мраке И обнаружит сердечное намерение, И тогда каждому будет похвала от Бога. Потом далее, в шестом стихе, Он говорит, Не мудрствуй. То есть, Это, братья, Приложил я к себе, И Аполосу ради вас, Чтобы вы научились от нас Не мудрствовать сверх того, Что написано, И не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Седьмой стих. И седьмой и восьмой. Кто отличает тебя, Что ты имеешь, Го бы ты не получил. А если получил, Что хвалишься, Как бы, Как будто не получил. Вы уже присытились, Вы уже обогатились, Вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, Чтобы и нам с вами царствовать. То есть, Павел видел в этой церкви, В этих братьях, Интересную такую тенденцию, Что они судили, Судили старших братьев, Скажем так, Это была молодая церковь, Но для них уже не было сложно думать, Что может быть что-то не так с Павлом, Может быть что-то не так с другими братьями, Может быть что-то не так между нами. Они начали мудрствовать, Они начали хвалиться друг перед другом, Может быть я лучше, чем ты, Может быть ты лучше, чем он. То есть, превозноситься начали. Они начали думать, Что они уже царствуют, Что у них уже все хорошо, все замечательно. Я очень надеюсь, что церковь Каринфа не созвучна церкви Уэсфолда, чтобы не происходило такое и у нас, друзья, чтобы мы не превозносились перед другими братьями, если старшие братья или просто братья-проповедники, или даже кто-то рядом с нами сидящий. Если мы думаем, что он хуже, а я лучше, то мы начинаем поступать точно так же, как поступали эти братья в Каринфе. Если я думаю, что я могу о ком-то судить, и мне Бог больше открыл, настолько, что я могу определить, кто хуже, кто лучше, то, опять же, не будем становиться такими, какими были эти братья, не будем много мудрствовать. Павел действительно оставил замечательный пример, и вот этот замечательный пример уже о себе он описывает далее. Я прочитаю, может быть, с 10 стиха и по 16. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас? Мы благословляем. Гонят нас? Мы терпим. Хулят нас? Мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишусь я, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас подражать мне, как я Христу. То есть апостол Павел оставляет замечательный пример для братьев Коринфе, чтобы подражали апостолу Павлу вот в таком житие, в которое сам имел апостол Павел. То есть он не хвалился, он не мудрствовал, он говорит, мы ссор для мира. Нас бесчестят, нас гонят, а мы благословляем. Мы никого не обижаем, мы служим Господу. И мы хотим, чтобы вы подражали вот так же нам, как мы подражаем в нашем житии Иисусу Христу. И вопрос, который я хотел бы задать сегодня нам, друзья, а вот у нас, возможно, так разделим на две категории. Те, которые помоложе, те, которые уже постарше. Те, которые постарше. У вас были в жизни примеры подражания? Подражание не просто словами, а жизнью. То есть люди такие, которые вы на них смотрели, вы понимали, что это не просто какой-то человек, который красиво говорит, а который действительно жизнью своей доказывает, что он следует за Иисусом Христом. Это очень важно, потому что иногда так случается, что мы следуем или принимаем того человека, который нам нравится, проповедника какого-то, например. Он красиво говорит, созвучно, может быть, мы где-то склоняемся, что именно так и мы понимаем. И потому сейчас, наверное, очень много людей, которые слушают других проповедников, может быть, слушают проповедников нашей Церкви и склоняются к одному, к другому, к третьему, и они берут какую-то определенную точку зрения, и вот на этом они говорят, вот я вот с ним согласен. Но что-то подобное происходило также и в Коринфе, потому что мы читаем также в послании в Коринфе, это тоже в первом послании, в первой главе Павел говорит, что я разумею, что среди вас есть те, которые говорят, я Павлов, я Полосов, я Кифен, а я Христов. То есть есть люди, которые просто следуют за кем-то, потому что они согласны с их теологией. Но речь моя или мой вопрос звучит к вам не о теологии, не о богословии, а именно есть ли у вас в жизни человек или был ли у вас в жизни человек. А для молодых людей это есть ли у вас в жизни человек, которого вы можете подражать. То есть смотря на него, вы понимаете, что вот жизнь этого человека – это жизнь христианина. Потому что, знаете, бывает так, бывает, что мы смотрим на своих родителей, возможно, мы смотрим на каких-то братьев в церкви, и где-то соблазняемся о них, может быть, где-то не совсем согласны, или наоборот, мы абсолютно не видим, что в жизни этих людей бывают проблемы. И, знаете, нам достаточно христианства этого человека. То есть, ну вот это достаточное христианство. Вот живи так, поступай так, и ты уже, собственно говоря, достиг, и ты уже стал христианином. Но есть ли вот это действительно высшее звание, подвиг, которым подвисался сам апостол Павел? Вот сегодня первый брат уже коснулся этой темы. И я как бы продолжаю тему о том, что говорил апостол Павел своим ученикам, тем церквам, которые он и родил действительно, которые он создал, где он участвовал, где он благовествовал, и как люди пришли, и как люди должны потом поступать. То есть, должны ли они были остановиться на том, что они просто приняли Иисуса Христа, или они должны подражать и действительно расти, расти, изменяться, забывать старое, простираться вперед, всегда достигать вот этого звания, достигать звания почести Иисуса Христа, жить, как жил Иисус Христос. И смотря на апостола Павла, те люди могли сказать, да, действительно, он живет честной, бескорыстной жизнью, он ни от кого ничего не требует, он работает своими руками, он страдает, он несет Слово Божие. И вот хотелось бы сегодня задать каждому из нас, есть ли у вас в жизни такой, или был ли у вас в жизни такой человек, которому возможно было подражать, или можно подражать сегодня. Это очень важно, потому что очень много людей, которые говорят о доброте. Я могу говорить о доброте, но смотря на меня, я думаю, каждый из вас может сделать вывод, это правильный человек или неправильный человек, я с ним согласен или не согласен. Конечно, никто не идеал, и апостол Павел также не был идеалом. У него тоже были проблемы в жизни, у него тоже были какие-то, может быть, споткновения, где он спотыкался, где ему приходилось молиться Господу, потому что мы люди, мы все ходим на земле, и у каждого из нас бывают проблемы. Но он почел сказать братьям в церкви Коринфе, братья, подражайте мне, как я Христу. Вторая моя тема или вторая моя часть – это какой пример уже показываем мы сами. То есть, какой пример мы можем брать с кого-то, с какого-то брата, с какого-то служителя. И второй пример – какой пример показываем мы сами. Второе послание к Коринфянам. Третья глава, второй и третьей стихи. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». То есть, я думаю, что каждый из нас знает, что за нами наблюдает мир, за нами наблюдает Бог и за нами наблюдает дьявол. И как мы живем, как мы поступаем, какие слова мы говорим, как мы ведем себя в церкви и за пределами церкви, как мы ведем себя на дорогах, как мы ведем себя на работе – все это видят окружающие нас люди, все это видит Бог и все это видит дьявол. И, конечно, может быть, для дьявола не было бы так сложно клеветать на детей Божьих, когда дети Божьи не всегда проявляют очень такое благопристойное поведение. И потому я не думаю, что вот именно на апостоле Павле закончился пример жизни, которой можно подражать. Если бы это так было на самом деле, то это было бы очень печально. Но хотелось бы верить, что мы все возрастаем, мы все читаем Слово Божие, мы все молимся, и мы все можем быть примером для кого-то. Не только можем быть, но мы им и являемся. Когда к Иисусу Христу в 18 главе Евангелия Матфея ученики спросили, кто больше, и он говорил о том, что вот дитя, и вот оно больше. И там такой есть стих, кто соблазнит. Давайте прочитаем. 18 глава, 7 стих. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». То есть недавно после одной из спевок мы с женой подошли и посмотрели на фотографии тех людей, которые принимали крещение, и, к сожалению, многих, немногих, но некоторых людей нет в церкви. Я не знаю всех причин, и мне не надо знать всех причин, возможно, мне не надо знать всех причин, но кому-то, возможно, нужно знать все причины, почему они ушли. Но, друзья, если кто-то из нас послужил соблазном этим людям, я хотел бы даже у вас сейчас попросить прощения, если я служу вам соблазном, но если мы послужили соблазном людям, которые ушли из церкви, так бывает, что очень часто мы, ну, читая это место, думаем, что это очень такое простое. Ну, мы же, это не о нас, соблазн – это не я. Соблазн – это кто-то другой, это соблазн – это кто-то, может быть, губы накрасил, сережки одел, вот он, вот он точно соблазн, а я хороший, я вообще молодец. Но иногда мои слова или мое бездействие, то есть когда я мог кому-то что-то сделать, помочь, оказать доброе дело, а я этого не сделал, может послужить соблазном. Конечно, мы не можем, знаете, себя бить в грудь и говорить, что мы виноваты, что все эти люди ушли. Но если действительно с нашей стороны была какая-то оплошность, и мы послужили соблазном, то прежде всего надо встать на колени и молить Бога, чтобы Он простил нас, и потом дал нам мудрость поговорить с тем человеком. Мне понравился пример, который недавно привел брат Павел Горобинский, когда он говорил о том, что он пошел и извинился перед человеком, потому что у него болела душа, он не хотел быть вот этим человеком, который послужил каким-то, может быть, препятствием. И каждому из нас это замечательный пример, чтобы мы так же поступали, чтобы мы действительно старались не обижать никого, не обижать никого ни бездействием, ни какой-то ленью, возможно, ни каким-то плохим словом или шуткой. Так часто бывает, что шутки, пустословие, оно входит в норму, в норму поведения. Мы думаем, что это нормально, но это соблазн. Я думаю, что многим из нас уже приходилось слышать за дверями этой церкви, как люди говорят, «О, мы знаем вашу церковь, мы туда не пойдем». Почему? Конечно, я не могу сказать, что этот человек прав, и, скорее всего, он не прав. Мы приходим в церковь не ради людей, мы приходим в церковь ради Иисуса Христа, мы приходим в церковь ради Бога, мы приходим поклоняться Иисусу Христу, Богу Отцу, но мы так же находимся среди людей. В послании к Ефесянам, в пятой главе, Павел так же говорит, «Подражайте Богу, подражайте Иисусу Христу», так и начинается эта глава. Но далее, вот в послании к Фессалоникийцам, в послании к Коринфянам, только что мы прочитали, в послании к Филиппийцам он приводит пример и самого себя. То есть, да, мы, конечно, можем понимать, что Бог, Он добрый, хороший, и что мы должны поступать как Бог, но вокруг нас есть люди, с которых мы можем брать пример, и кому мы так же можем оказывать или показывать пример. Очень хотелось бы, чтобы такие братья, такие сестры были в нашей церкви, которые не просто говорили слова с кафедры, возможно, или пели песни, а которые действительно переживали за вас, переживали за вашу душу, переживали за ваше становление, и за которых бы переживали, за становление этих людей. Но если уже человек действительно стал человеком, который ходит во Христе Иисусе, он может показать пример, и он должен его показывать. Я думаю, что Павел понимал это, и он говорил, что смотрите на мою жизнь, смотрите, как я следую за Иисусом Христом, и поступайте так же. Не превозноситесь, не гордитесь, не хвалитесь, не думайте, что вы получили, и теперь можете царствовать, и у вас все нормально. Вот этот пример апостола Павла, он мне очень понравился. И я хотел бы, чтобы, не только служителя были действительно хорошим для нас примером, или служителя где-то далеко или где-то близко, но мы все становились таким же добрым и хорошим примером друг для друга. Часто я вот слышал, когда наша молодежь ездит на съезды, на конгрессы, на какие-то конференции, и там бывают вопросы и ответы. И молодые люди действительно, не всегда, конечно, не все, но молодые люди задают очень глубокие, осмысленные, добрые вопросы. И они действительно хотят понять. И, конечно, братья стараются, как они могут ответить. Но у меня к братьям тоже есть сегодня вопрос. Конечно, не все они сегодня это услышат, но те, которые услышат. Поинтересуйтесь больше жизнью этих молодых людей. Не поучаствуйте только шаблонным ответом. Вот штаны носить нельзя, юбку можно. То есть, да, это просто ответ, это хорошо, это замечательно. Но как вы оказали, какое вы влияние оказали этим молодым людям? Вы проявили к ним любовь? Вы показали им на деле, что вы добрый человек? Вы показали им на деле, что вы следуете за Иисусом Христом? Звание чин в церкви еще не определяет, что вы действительно полностью отдались на служение, что вы действительно поступаете так, как поступал Иисус Христос. Нет, конечно, ни в коем случае я не хочу какое-то пятно набрать и сказать, что они неправильно поступают. Ни в коем случае. Но думаю, для нас необходимо и для братьев, также для служителей, для всех нас необходимо оказывать добрый, хороший пример друг для друга, для молодых людей. Потому что бывает так, что они потом просто перестают задавать эти вопросы. Потому что они понимают, что ответ, который они получат, ну, возможно, не удовлетворит это одно, но они понимают, что слова словами, а бывает дела расходятся со словами. И вот брат тоже, когда недавно молился в это воскресенье над своей внучкой, Викой, по-моему, эту внучку звали, вот, и он говорил, чтобы родители не были лицемерами, чтобы они действительно своей жизнью показывали ребенку, что они следуют за Иисусом Христом. Это необходимо всем нам. Вот мы недавно, опять же, слышали слова с этого места во время недели молитвы, когда брат говорил о том, что нужно молиться без гнева и сомнения, воздевать чистые руки. Я вспоминаю пример братьев, которые действительно воздевали руки. Я помню, недавно смотрел строительство вот этой церкви, и когда братья встали над котлованом и подняли руки и молились. Вот эти братья уходят. Мы читаем также в послании к евреям, 13 главе, где говорилось о том, что поминайте наставников ваших, смотря на их веру и кончину, поступайте. Так же. То, смотря, вспоминая вот этих братьев, и думаешь сегодня, а где они сегодня, эти братья? То есть, не те, которые уже ушли, а те, которые сегодня также могут поднять руки без гнева и сомнения, которые сегодня, пройдя через весь жизненный путь, служат Господу не ради корости, не ради своей выгоды, а действительно подавая добрый пример. И не только, опять же, словами, а добрый пример жизнью, которые участвуют в жизни братьев и сестер, которые готовы помочь, которые готовы подкрепить, которые готовы наставить, которые имеют слово. Я спросил группу людей, когда у вас возникает библейский вопрос, кого вы спрашиваете? Меня ответ просто испугал. Гугл. Сегодня молодые люди не обращаются к братьям, они печатают свой вопрос на Гугл. А где братья и сестры в церкви, которые могут дать ответ? Почему? Почему молодежь, почему уже не молодежь, даже уже взрослые люди ищут библейские ответы в Гугл, в этой сети, и ответ они получат? И, возможно, хороший ответ, потому что там действительно есть тоже братья, которые могут объяснить, слава Богу, но, к сожалению, там может быть что угодно другое. И это тоже для них послужит примером. И вот этот ответ, который они могут получить, потом может изменить их христианское мировоззрение, становление. Итак, друзья, апостол Павел умолял братьев в Каринфах, чтобы они поступали, подражали ему, как он подражает Иисусу Христу. И он также говорит, что мы являемся письмом, и что нас люди читают и должны узнавать. Я не хочу заканчивать, конечно же, на такой, возможно, не то что печальной, но серьезной ноте. Более хотел бы прочитать два примера даже скажу. Один пример, это будет в послании к Титу. Два стиха. В послании к Титу, вторая глава, седьмой и восьмой стихи. Во всем показывай себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о вас худого. Это один пример, который Павел завещает Титу. И второй пример, это уже более как описание послания к фессалоникийцам. Первое послание к фессалоникийцам, это будет первая глава. Просто Павел описывает братьев фессалоники. Давайте я прочитаю все эти десять стихов с первого по десятый. Павел и Силуан и Тимофей церкви фессалоникской в Боге Отце, в Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно пометуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрания ваши, возлюбленные Богом братья, потому что наше благорестование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были и мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих Македонии и Ахии, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о вас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Вот этот отрывок говорит о том, что есть люди, которые принимают слово, и они стараются жить и поступать по примеру, по тому примеру, который они видели и слышали. есть люди, которые не живут так, они не принимают этого примера, или, может быть, пытаются где-то имитировать, где-то повторять, где-то махать руками, а где-то, может быть, и повторяют. А есть братья и сестры, которые принимают слово Господне, смотрят на жизнь какого-то служителя, и стараются жить так же, как и он. Конечно, не всем ваш пример понадобится, не всем пример братьев каких-то служителей будет так, что вот мы его услышим, и все начали так же поступать, но уже Бог спросит с нас, с каждого, поступаем ли мы так, смотря, например, того или иного человека, или мы уже поступаем своевольно. Бог да благословит каждого из нас, чтобы у нас были в жизни примеры, с которых мы могли учиться, и так же, чтобы мы были примером для кого-то, достойным примером в Иисусе Христе. Ему слава. Аминь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...